Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город» Это больше 70 площадок, клубов и гортов по всему Челябинску Воркаут, скейтинг, дзюдо, футбол и хоккей в парках и во дворах Для детей и подростков, предпочитающих виртуальному миру реальный Такой близкий, что можно разглядеть из окна Полный интересных увлечений и неравнодушных взрослых Чем живет «Спортивный город», о чем мечтают его руководители И каких побед добиваются воспитанники Расскажем прямо сейчас Я надеюсь, что действительно ребята нам помогут Получил премию, купил сердце Были у нас деревянные старые борта Поставили новую современную хорошую пластиковую коробку Часто ходим, хоккей играем Просто на коньках катаемся В этом году выделили на заливку деньги До трех, до четырех ночи лью Дня через три лед будет Можете приходить кататься В спортивном городе, как и в любом другом, утро начинается с совещания На повестке сдача норм ГТО, ремонт площадок, закупка кортов и ледовый аукцион Чтобы залить каток, желающие должны выиграть конкурс То есть доказать, что сделают это лучше и дешевле других Я очень хочу, чтобы было побольше Чтобы у нас хотя бы сумма немножко упала Чтобы мы сэкономим Да, я очень надеюсь, что это будет на следующей неделе Мы будем, конечно, проситься Чтобы как можно быстрее все это делать Ну, в принципе, все, спасибо Спортивный город – это больше 70 площадок В основном хоккейных И только одна – для скейтбординга И та пока в стадии передачи От бывшего собственника Сада Победы к будущему Мы уже несколько раз выезжали Сначала выехали, посмотрели Нам показалось, что тут половины нет Потом еще раз съездили уже с представителями Сада Победы Видите, все почистили специально, чтобы было видно Вот, и в принципе разобрались Что у нас не хватает примерно одной фигуры У меня сотрудник ездил Сейчас еще раз посмотрим Потому что брать на баланс Объект, которого там половины нет Это неправильно Потом эти проблемы возникнут у нас Нужно будет списывать Тратить бюджетные средства Это, ну, совершенно не нужно По перечню все посмотрели Не хватает только одной фигуры Сад Победы, соответственно Будет вызывать комиссию Чтобы списать данную фигуру с баланса И после этого мы примем у них данное сооружение Но уже какие-то идеи возникли, да? Что зимой как-то использовать? Да, конечно Вот я сам катаюсь на сноуборде И было бы здорово, если бы были дополнительные бюджетные средства Возможно, на следующую зиму мы попросим эти деньги Нанять человека, соответственно Который будет подготавливать трассу Я думаю, в городе будет много желающих молодежи Которые будут здесь упражняться В этом году выделили на заливку деньги Вот, это там радость не только для нас Но и для многих горожан Денег, конечно, выделили в два раза меньше, чем в 2014 году В прошлом году вообще не было денег на заливку Мы сами жильцы поливали Я вижу, тут еще летом разломали Ворота более-менее целые Это не летом Это уже года три такая Нет, вот эта вот калитка-то, она целая Была прошлой зимой Она, по-моему, там просто ворота Нет, нет, там отломана она Ну, летом есть такая тенденция На шашлыки люди ломают Там костры жгут, что-то еще делают Ну, какие-то хулиганы Единственное, что мы можем сделать Сейчас демонтировали одну площадку Туда поставили другие борта Но это не за наш счет Это там администрация района делала Вот, у нас остались деревянные борта Мы можем своими силами привезти борта И эти дырки заделать Но я думаю, недели две За лето эта хоккейная коробка Лишилась части бортов И прямо по центру площадки Местные жители проложили удобную тропинку И нельзя сказать, что такая картина Большая редкость В этом году идеальным корт уже не будет Восстановление стоит слишком дорого Но каток детям зальют Хоккеистов очень много Да, ребята Причем коробок больше нигде нет Вот в данном районе И вот приходились И устраивались, и соревнования И маленькие детишки катались И мой внук, ему три года Он тоже подходил в то время И радовался, когда дети вот играют Я надеюсь, что да, действительно Ребята нам помогут Что сделают все возможное Для того, чтобы у нас досуг был Детей нормальный Ну, я бы сказал, это наши главные помощники Потому что они сигнализируют о том Что не везде все хорошо И люди действительно переживают За свой двор За детей, которые хотят заниматься спортом И мы им безумно благодарны Что они вот звонят Узнают, что, как, когда И только помощь от них От них только помощь Убрали старую площадку Поставили новую Это совместный проект С администрацией центрального района Были у нас деревянные старые борта Поставили новую, современную Хорошую пластиковую коробку Но ограждение сетчатое Оставили старое Потому что там Старое, оно, соответственно Сделано из крепкого, толстого металла Ну, гораздо надежнее И оно закрывает всю парковочную зону Чтобы шайба не вылетала Поэтому решили оставить И старую тоже здесь Видишь, все там ровненько становится Да Сегодня еще польем А послезавтра уже на чистовую Ну, вы не укатывали? Прям так? Прям на снег лили? Утоптали Ну, побегали Футбол поиграли Да, да, да На следующей неделе кататься начнете, да? А? Кататься начнете на следующей неделе? Ну, кататься Ну, к воскресенью-то, наверное, точно начнем Ну, отлично Значит, я тут начал заниматься с детьми Еще где-то с 98-го года В том веке Так что Вот Но коробка была старая, сгнившая Вот ее в этом году нам поменяли на пластиковую И спасибо хоть этому Вот позавчера мы первый раз залили Вчера вот это вот тоже первый раз Сегодня, считайте, второй Ну, дня через три лед будет Можете приходить кататься Там, где у нас инструктора Они подходят с душой И площадку готовят под себя Многие ребята, там, родители выходят Помогают и заливать И чистить данную площадку Допустим, подрядчик он зальет по-своему И очистит, может быть, не так хорошо, как нужно А когда инструктор есть на этой площадке Он знает, как ему нужно И как будет хорошо и правильно Когда у нас на каждой площадке Будет инструктор Соответственно, мы будем уже думать О расширении Нам периодически предлагают Взять на баланс площадки Вот, допустим, бесхозные Или которые в новых микрорайонах Строят квартиры Продают их И у них там новая площадка есть На сегодняшний день я наблюдаю дефицит Только в инструкторах В ставках инструкторов Почему? Потому что у нас 72 объекта И половина из них только закрыты инструкторами Соответственно, там некоторые жители у них Есть во дворе площадка А тренера на ней нет Там, где есть инструктор Это видно сразу Ухоженная сама площадка На этой, например, каток уже полностью готов И на территории вокруг Чистота и порядок То, что корт очень востребован Видно по тысячам отпечатков от шайбы На свежевыкрашенных бортах Ну, ребятишек Вот вчера до 40 человек было То есть идут Все занимаются Все увлечены Ну, и во-вторых Детей надо вкладывать Чтоб что-то получить с них Понимаете? В будущем Если мы сейчас не вложим Будут одни наркоманы Пьяницы И все То есть Ну, соответственно Средства надо вкладывать в детей Дети дворовые Разные Все дети Кто-то обеспеченный Кто-то с необеспеченных семей У кого вообще коньков нет То есть Пытаешься найти им Вот Всячески привлекаешь Безусловно Душу надо вкладывать Я вкладываю как тренер роди Тренер Ну, он, можно сказать Не только тренер Массовик-затейник Он там различные мероприятия проводит Там турниры Приглашает детей Работает не только с детьми Но и с родителями И это Во-первых Неравнодушные люди Это Спортсмены Это те люди Которые жили во дворах Многие из них Это те люди Которые болеют душой Потому что там Заработная плата инструктора Хоть это стабильно Ежемесячно он получает Но получает совсем немного Там Чуть больше Минимального И, соответственно, как можно там Идти не за деньги же Они работают А Призвание у них такое Они любят спорт Это Ну, душой они прикипели Можно сказать К этому Здравствуйте 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 Все, уже скоро, да, похоже у вас? Ну, планирую потихоньку Уже Уже основание-то есть какое-то? Уже более-менее Ну, пацаны бегали в футбол постоянно Плюс До трех, до четырех ночи вью Сетку вот повесить Да, я вот смотрю Сетки же не было Нет, это я вот купил Вот включение дополнительно Здорово Потихоньку вот сейчас здесь будем Доделывать Короче С миру по нитке Голому рубаху Ну, здесь, получается, помещения нет Чтобы переодеваться Ребята тоже здесь часто игры проводят И, получается, приходится переодеваться Прямо на улице Вот, инструктор своими силами, соответственно Делает, вкладывает деньги У нас уже два года экономия идет Вот, сетку повесили новую Там освещение делается Но все за счет средств инструктора И тех, видимо, кто здесь катается Кто помогает Сетки не было, шайбы вылетало постоянно Постоянно жители приходили, жаловались Что вот, разобьет тепло Я на работе У меня квартиру ограбят Ну, прибегали, жаловались Ну, вот, получил премию Сетку На защитное значение корта Инструктор Рустам Харасов Потратил всю премию Которая его, одного из лучших тренеров Дворовой команды Наградили ко дню физкультурника Взамен, признается, получает большее Например, горячий чай Которым мальчишки угощают Занятого заливкой катка тренера Ну, если бы не любили, не приходили Не привлекали бы другую молодежь Если бы ходят, значит им нравится Значит любят Все же в этой жизни закономерно Есть и молодое поколение Есть кто уже переходит в категорию взрослых То есть никто не хочет покидать Все ходят заниматься Хоккей на валенках, хоккей на коньках Все спортивные подвижные игры Которые связаны со льдом Все здесь происходит Я здесь вырос Родился здесь еще с 70-х годов Где родился, там сгодился Так что вот вкладываю душу Ничего не вижу, кроме вот как здесь Это радость, то что мы здесь поднимаем, развиваем поколение Что оно здесь не ходит нигде Не пьет, не слоняется по подъездам То есть люди приходят, родители приводят Чтобы занимались спортом Я считаю, что это хорошее дело Самому нравится Если бы не нравилось, я бы здесь не находился целыми днями Часто ходим, хоккей играем Просто на коньках катаемся Ну, там хорошо зимой Иногда зимой заняться нечем, кроме компьютера Ну, ходишь Катаюсь Да У нас, получается, есть муниципальное задание По которому мы работаем И у нас не количество детей А человека посещения У нас есть такой термин Обеспечение доступа К объектам Соответственно, вот мы должны отремонтировать Если имеются деньги И обеспечить доступ Чтобы не было там закрытых площадок И мы не говорим, что сюда сегодня нельзя Вы не можете там проходить Каждый желающий Любой житель города Или не города, даже области Может пройти на площадку Покататься, поиграть, побегать Все, что угодно Муниципальное бюджетное учреждение Спортивный город Это больше 70 площадок, клубов и кортов По всему Челябинску Воркаут, скейтинг, дзюдо, футбол и хоккей В парках и во дворах Для детей и подростков Которые мечтают о больших победах Но не могут платить за занятия с тренером О возможностях для физического развития Которые спортивный город готов предоставить любому ребенку Расскажем прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Один делай, один делай 10 секунд отдыха и еще 4 подхода подряд Тренер не делает скидок ни для новичков, ни для девушек Не говоря уже о том, что часть этих спортсменов Подростки с особенностями развития Воспитанники интерната для слабослышащих И детей с нарушениями интеллекта Наверное, единственная группа у нас В Читаемской области Я думаю, что единственная Кто занимается дзюдо Проводится дзюдо среди таких ребят Чемпионат России, Чемпионат Европы, Мира И даже Паралимпийские От интерната до клуба полтора километра И даже в минус 30 Все они здесь, в зале Это, пожалуй, самая дисциплинированная группа У инструктора Поздина Никаких прогулов и халтуры Работать над собой их вынуждает Та самая особая среда Из которой каждый из них мечтает вырваться Все, в движении, в движении Идите борьбы За два года занятий Сергей Казанцев Дважды стал победителем Фестиваля адаптивных единоборств Но уже этой весной у спортсмена есть шанс Помериться с силами, с соперниками На чемпионате России Я хочу добиться успехов больших Поехать на Олимпийские игры Ну, прежде чем поехать на Олимпийские игры Мне нужно будет Россию выиграть Но это трудно, нужно стремиться Ну и желание Ну, у меня желание есть пока Впрочем, тренер уверен Результат его работы измеряется не только в медалях Не менее важно, что его особые воспитанники поверили в себя Хотят чего-то добиться Хотят получить разряд спортивный То, что у них привилась любовь к спорту, к дзюдо В частности, что они хотят заниматься Это уже результат, конечно И мне радостно, что с ними заниматься Что у них есть желание Понимаете? А то некоторые заставляешь заниматься А их надо заставлять Приходят заниматься Ну, видите, у девочки глаза Я раньше занималась греко-римской борьбой Два года Поэтому мне дает как-то Мне больше нравится То, что чувствуешь в себе уверенность Также спорт Надеешься, что в будущем все будет хорошо Что и не только мальчики, но и девочки могут заниматься Спиной вперед, поехали Поехали Клюшечка перед собой Перед собой клюшка Смотрим вперед Встречай, вот Садись Клюшка перед собой Не надо, Захар, на нее облакачиваться Не надо Вот клюшка, выставь ее Вот Никита Пиной катим Пиной учись Учись Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай Клюшка перед собой Ножки переставляй Вот, раз 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 Отсталкивайся Давай, давай, давай На эту тренировку можно всем Независимо от возраста Умение стоять на коньках И наличие формы Тренера мальчишки называют по родственному Дядь Саша Со своими воспитанниками Инструктор Александр Гордиенко Действительно Проводит гораздо больше времени Чем родные дяди и тети А порой и родители Встаем в угол По зонам Второй Первый год Двухтысячную начинаем Первый, второй год Поехали Первая группа На виражах Стали все туда Ножками перебираем Ножками По свисточку, Влад Вот так, Влад Вот зонам Подожди, подожди Встаньте все Стоп Остальные молодежь Отойди туда, маленькие Маленькие туда В угол ушли Рома Подожди Подожди, я сказал В угол ушли на борт На борт ушли Захар Давай с ними тоже Давай с ними Ты с ними, давай Все, поехали Поехали, поехали Набираем На скорости На виражах Ногами перебираем Перебираем На виражах Ногами, ногами Ногами, ногами Ногами перебираем Шевелись Быстрее, быстрее Быстрее, быстрее Быстрее, быстрее Давай, давай, давай Сюда Мне так нравится Как они реагируют Сейчас я была в раздевалке Я никогда сегодня холодно, поэтому я думаю, пойду-ка я туда схожу, где они раздеваются. Зашла, они такие прямо вот интересные, тот ворчит, этот наоборот смеется. Погрелись, вышли, деловые такие сразу все вылетели. Тут же так интересно было, вот немножко опоздали, они лед заливали. Все так дружно, все держатся. Я говорю, дома, наверное, никого не заставишь снег убирать возле дома. А здесь прямо вот, вот ни один не отказывается, прямо вот, я этому вот радуюсь, говорю. И ведь не болтается, никто нигде не болтается. Вот летом даже в волейбол, в футбол играет или что, маленькие ребятишки где-то тут вот толкутся на площадках. А это самое, вот эти, вот это вот, весь возраст здесь играет. До того вот это приятно, прямо очень даже вот это вот меня радует. Поэтому я всегда, все вот соревнования, все это самое, я всегда вся уже продрогала, а все равно валенки пододелала. Пойду, говорю, сегодня отдохну на свежем воздухе. И вот как раз это очень-очень хорошее дело у нас. И этот Саша-то постоянно и следит, и дисциплина у него хорошая. И во дворе-то этих он гоняет, этих вот товарищей, любителей. Быстро отсюда, курить здесь нельзя. Прямо на все руки он у нас тут хороший человек. Шевелись, шевелись, быстрее. Шевелись. Ух, как плохо, забыли все. Вот, игрок за тобой, вот. Шевелись. Быстрее, быстрее, оп. Димка, шевелись, голову подрывай вперед, смотри. Хоп. Давай, 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 оп. Там мне, обводим, там. Ну, данная площадка одна из самых лучших наших площадок. И инструктор, соответственно, один из самых лучших. Как мы видим, здесь собирается множество детей. И им нравится кататься, заниматься. Плюс в том, что данные тренировки бесплатные для жителей города. Мы стараемся и будем стараться и в этом году, чтобы к середине декабря все площадки наши были залиты. Это, можно сказать, популярно, потому что, несмотря на то, что в городе множество различных секций, но большинство из них платные. Не все на сегодняшний день имеют возможность оплачивать своим детям посещение каких-то спортивных залов, секций, покупать дорогостоящую форму для занятий профессиональным спортом. В чем плюс нашей работы? Любой желающий, там, несмотря на то, что есть у него хоккейная форма, и есть ли форма для футбола, он может прийти и позаниматься с инструктором. Допустим, если нет у него формы хоккейной, играет в хоккей на валенках, мячом. В футбол там можно в любую погоду и в любой форме побегать, поиграть. Старшим воспитанником Александра Гордиенко, игрокам одной из лучших дворовых команд города «Звезда» уже по 16. Младшим всего 5, но все они помещаются на этом хоккейном порте, причем совсем не мешают друг другу. Ну, и мы раньше такими были, нас было очень много, сейчас как бы все уже разъехались, кто где учится, кто уехал в другие районы жить. Пришел я сюда опять лет назад, я вообще не умел кататься, и как бы за год научился кататься, ну и вот клюшку в руках держал. Сначала начинал, даже не знаю, какой у меня хват, ну, я играл правым, а потом понял то, что как бы левый мне удобней. Ну, дисциплина, работать привыкаю. Ну, тренер всегда как бы нацелен на победу. Дед Саша, это очень, ну, Александр Владимирович, это очень как бы много этого, то он всегда только на победу настроен, он не принимает как бы какие-то поражения или что-то типа того. Ну, как бы это хорошо, мы часто как бы выиграем. Звучит скромно, выглядит впечатляюще. Эта коллекция – главное доказательство. Дедя Саша воспитал не просто универсальных спортсменов, а настоящих бойцов. Вот эти кубки за пять лет мы собрали, то есть выросло целое поколение на этих кубках. И вот ребята молодцы, вот сколько завоевали, сколько соревнований выиграли. Участвовали в кожаном мяче, выигрывали и золотая шайба. Ну, вот последний кубок они взяли, вот, Киевси, вот, турнир Киевси в этом году, летом. Ездили в Москву. Начиналась кубка по эстафете. Только собрались, завоевали первый кубок. Вот так вот давайте примерно вот так покажем. Вот это в эстафете кубок завоевали первый. Эстафетный кубок, вот с него и начиналось все. В том году вот выиграли турнир «Золотая шайба» в Киевси за пять лет. Ну, у нас команда играет, честно, без подставок. То есть мы честная команда. Наверное, далеко не каждая такая здоровая команда, может, похвастаться на такой колесе. Чем секрет? Тренировок. Секрет тренировок. Работа с детьми. Ну, надо рубить свое дело, как можно сказать. Тренировать, душу вкладывать в детей. Ну, и будет, результат придет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова